Из-за тотальной коррупции в украинской армии западное оружие бесконтрольно расползается по миру, всплывая через черный рынок в зонах конфликтов на Балканах, в Африке, Латинской Америке, напрямую подрывая региональную безопасность. Всю ответственность за это несут его западные поставщики, которые игнорируют все свои обязательства отслеживать конечного пользователя, поставляемых вооружений. Но западный политический истеблишмент все это не останавливает. На прошлой неделе американский президент Джо Байден запросил Конгресс о выделении Украине еще свыше 24 миллиардов долларов, вдобавок к уже потраченном 113 миллиардам долларов официальной помощи. Это примерно по 900 долларов на каждую американскую семью. Простые американцы, как показывают опросы американских же СМИ, совершенно обоснованно задаются вопросом. А что в самих Соединенных Штатах нет острых социально-экономических проблем, на решение которых стоило бы потратить эти колоссальные суммы? Почему американский народ должен из своего кармана расплачиваться за военные авантюры демократической партии? Общественное мнение в Германии и Франции также против поставок украинским националистам крылатых ракет «Таурус» и «Скалп». Но западные власти, несмотря на свои претензии на демократичность, абсолютно глухи к призывам своих граждан. Они требуют от киевского режима продолжать самоубийственное наступление, чтобы хоть какими-то результатами оправдать поставки новых объемов средств и оружия. Кто же главный бенефициар этого? Совершенно точно непростые американцы и европейцы. Опустошая военные арсеналы своих сателлитов и обещая за это льготные поставки техники западного производства, власти США расчищают рынок для продукции американского ВПК, чтобы продавать ее своим же партнерам по хорошо отлаженной, еще во времена после Второй мировой войны, схеме. За это новое оружие Европа вновь расплачивается не только деньгами, но и суверенитетом. Собственная оборонная политика, которую Евросоюз некогда так старательно годами выстраивал, как и в годы Холодной войны, оказалась полностью подчинена интересам Вашингтона. Что до рядовых украинцев, то их судьба не волнует ни Киев, ни западные столицы. Не остается сомнений в том, что в своей проксе-войне с Россией до последнего украинца Запад целенаправленно превращает Украину в непригодный для жизни, загрязненный радиоактивными элементами и неразорвавшимися негуманными боеприпасами полигон. Решение Лондона и Вашингтона о поставках снарядов с объединенным ураном и кассетных боеприпасов повергли в шок не только мировое сообщество, но даже их союзников по НАТО. Польские СМИ уже трубят о возросшем уровне радиации в западных областях Украины и восточных воеводствах Польши после уничтожения снарядов с объединенным ураном в мае на складе в городе Хмельницкий. Но англичанам и американцам нет никакого дела до континентальной Европы, точно так же, как их не волновали последствия натовских бомбардировок снарядами с объединенным ураном Югославии. Кассетные боеприпасы в случае их применения в нарушении МГП в гражданских кварталах, а именно этим занимается киевский режим, создают серьезную долгосрочную угрозу мирному населению. Именно поэтому не использовать их украинцев призывали Лаос и Камбоджа, столкнувшиеся на собственном опыте с тяжелейшими последствиями от их применения в рамках американской агрессии. Вашингтон сам на протяжении десятилетия морализаторствовал и клеймил военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов. Получается, в вашей же собственной логике Зеленский и его подельники – военные преступники, а вы – его прямые пособники и сообщники, разделяющие всю полноту ответственности за уже совершенные и будущие злодеяния. Заверение властей США о том, что поставляемое именно Украину кассетное оружие якобы не будет использовано на нарушении НОР МГП – откровенная ложь. В отличие от США, позиция России в отношении кассетных боеприпасов последовательна и предполагает строгое соблюдение норм и требований МГП. Коллеги, наши американские бывшие партнеры с пеной у рта в этом зале отрицали разработку биологического оружия в лабораториях на территории Украины и заблокировали инициированные Россией расследование этого вопроса в рамках КБТО. Что вы скажете теперь, когда эти факты подтвердил кандидат в президенты США Демократической партии Роберт Кеннеди-младший? Не сомневаемся, что народ Украины в будущем искренне захочет разобраться с тем, что США фактически использовали его как подопытных кроликов для своих военно-биологических экспериментов. Уважаемые коллеги, народ Украины начинает все более отчетливо осознавать, что киевский режим толкает его по самоубийственному пути ради обслуживания интересов западных стран. Это осознание крепнет на всех уровнях. Наглядный пример. По данным украинских СМИ, с начала 2022 года из украинских посольств за границей не вернулось около 60% дипломатов. Если верить украинским журналистам, из США в прошлом году должны были вернуться около 20 сотрудников, но вернулся только один. Провал своей агрессивной русофобской политики не может не осознавать и украинское руководство. Но у Владимира Зеленского, загнавшего свою страну в тупик, нет другого выхода, кроме как продолжать посещать иностранные саммиты и клянчить помощь. Поставки западных вооружений не приближают мир, как заявляют западные делегации. Они единственное, что пока удерживает на плаву, режим Зеленского. Но как бы они ни старались, рано или поздно украинский народ, заплативший слишком высокую цену за продвижение западно-геополитических интересов, начнет задавать правильные вопросы и захочет привлечь к ответственности истинных архитекторов нынешнего кризиса. Многие из них, как мы все прекрасно понимаем, представлены в этом зале. И сегодня будут опять повторять свою неубедительную мантру про необходимость продолжения военной помощи Украине как жертве агрессии. Число тех, кто в это еще верит, как показывают недавние международные контакты, становится все меньше и меньше. Все больше наших международных партнеров осознают истинные причины украинского кризиса, а также то, что поставки западного оружия киевскому режиму препятствуют поиску путей его урегулирования и множество страданий простых украинцев. И эта тенденция – прямой результат, в том числе высвечивание нами данного сюжета в Совете безопасности ООН. Поэтому эту работу мы будем продолжать. Нравится это западным пособникам киевского режима или нет. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...